Уважаемые коллеги, дорогие друзья, у нас времени мало, поэтому я буду только перечислять главные тезисы по нашей теме. Вот первый тезис о стратегии США. Главная цель США – это захватить средноазиатские ресурсы и взять под контроль транспортные пути к этим ресурсам. А главными барьерами перед американскими планами являются такие страны, как Турция, Россия, Китай, Иран, Индия, у которых есть мощная армия, большой экономический потенциал и глубокая традиция государственности. Вот поэтому, чтобы реализовать свои планы, США стараются окружить эти страны и с таким путем душить их и расчленить эти страны. У Турции судьба не отличается от других евразийских стран. Она тоже страдает от агрессии США. США поддерживают террористические организации в Сирии. Они создали антитурецкий блок в Восточном Средиземном море. Даже окружение Турции продолжается через греческие острова Фракию, где размещены американские базы. Но танки и стволы танков США не только направлены против России, но и против Турции. И это окружение продолжается через Украину, потому что США окружают Россию и окружают Турцию. Чтобы реализовать свои планы, у США есть два вида оружия. Ну, первый вид оружия это всем известно. Ракеты, танки, F-16, Химарисы и так далее, которые они поставляют в Украину, в Тайвань. Даже они поставляют террористическим организациям, которые угрожают территориальной целостности Турции. А второй вид оружия США это доллар. И это даже дешевле, чем классические оружия, потому что нужна только типография, зеленая краска и бумага. Вот господство доллара даст возможность американцам контролировать своих соперников и уничтожить их национальную экономику. И с таким путем тоже они спонсируют или финансируют свои военные операции по всему миру. Ну, например, армия США не может мирно пересечь границы наших стран, а доллар каждый день пересекает границы наших стран и нарушает наш суверенитет как орудие врага. Ну, поэтому каждый раз, когда мы используем доллары, это как американская армия марширует по нашей стране. Но против этого орудия у нас есть свое орудие, это национальные валюты. Чем сильнее лира или рубль или юан, тем мы более в безопасности. Поэтому дедолларизация это не только проблема экономики, это проблема безопасности наших стран. И это вопрос жизни и смерти, можно сказать. И можно сказать, дедолларизация значит демилитаризация Украины или значит демилитаризация террористических организаций в Сирии. И еще надо подчеркнуть, что есть угодная почва для дедолларизации, потому что сейчас создается новый мир, многополарный мир. И сегодня жить с долларом, наверное, труднее, чем без него. И потому что центр экономики смещается с Атлантики в Азию. И этот факт признают даже западные специалисты и экономисты. И пандемия, и СВО России доказали, что либеральная западная экономическая система потерпела неудачу. И перед лицом этих вызовов еще раз появилась важность национальных валют, границ и таможенных стен. Поэтому есть очень угодная почва дедолларизации. И с другой стороны, конечно, США продолжают играть в свою игру. Ну, они поставляют там разные односторонние санкции против России и против других стран. Ну, с одной стороны, эти санкции являются античеловеческими. Но, с другой стороны, эти санкции дают нам возможность избавиться от доллара. Эти санкции помогают нам для дедолларизации. Необходимости помогают нам найти выходы. Ну, например, в Турции партия Ватан выступает за запрет использования долларов на соберегательных счетах. И, с другой стороны, Турция подписала разные договоры с евразийскими странами о использовании национальных валют в торговле. И поэтому будущее мировой экономики – это не в долларах, а в национальных валютах. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин Михайлович. Спасибо. 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 Спасибо.